Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Какой бы комфортной ни была зима, все равно в конце от нее устаешь. Душа требует праздника, а гардероб обновление. Дизайнеры стильных решений предложили в завершении зимнего сезона устроить не больше, не меньше праздник роскоши и красоты. Концепции нарядов уже готовы. В завершении зимы обычно ожидаешь положительных эмоций, вдохновения и ярких красок. Воплотить все это в трех великолепных нарядах для особых случаев взялись дизайнеры стильных решений. А хроматичные черные и белые сочетания всегда эффектные. Широкая тесьма с крупными цветами логично вершит идею этого платья в стиле Dior. Искусно выложенная по корсетному лифу она рисует тонкий силуэт. Воздушность и форму асимметричному крою юбки придает сочетание нежной органзы клаке черного цвета и белой сетки с бархатным горошком. В менее контрастной палитре идея этого наряда меняется на нежную и хрупкую. Роскошное и с характером так можно описать платье в викторианском стиле, построенное на сочетании цветов и фактур. Драматичности присущей эпохи добавляет черное хлопковое кружево с бархатной красной лентой на плечах, шее и запястьях. Основу наряда атлас пудрового оттенка покрывает сетка, вышитая ледяным голубым и коралловым орнаментом. Ее же в свою очередь дополняет еще один слой сетки с бархатным горошком. Привычный белый в целомудренном воротнике и оборках кружева шантильи заменяет все тот же оттенок голубого. Викторианскую модель можно повторить в других нетрадиционных для этого стиля цветах. Дизайнеры предлагают королевский синий, разбеленный лиловый или золото. Решение третье. Платье из шелкового атласа кораллового цвета с асимметричным лифом, декорированным винтажной вышивкой из стразов пайеток и шелковых роз. Каскад складок, обрамляющих тонкую талию, напоминает раскрывшийся бутон розы. Роскошно расшитая шелком сетка юбки не спадает пластичными фаудами. Подобный лук для тех, кто предпочитает самому громкому событию сдержанность и элегантность. Их, в свою очередь, олицетворяют ткани-компаньоны и деликатные декоры. Если праздника нет в календаре, значит его нужно придумать. Но для начала предлагаю обзавестись исключительной красоты нарядом. Тогда и особый случай не заставит себя ждать. Мы смотрите Бьюти Тайм, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. В последние годы парикмахеры-колористы уделяют много внимания техникам окрашивания, которые обеспечивают естественный вид, плавные переходы цвета, а также глубину и объем в различных видах укладки. Добиться всех этих эффектов позволяет уникальная технология AirTouch. Несмотря на то, что на сегодняшний день очень много техник окрашивания, AirTouch позволяет достичь очень мягких переходов и независимо от каких оттенков. На сегодняшний момент никто из иностранных, американских, европейских колористов не может повторить эту технику. Прикосновение воздуха. Так буквально переводится название этой техники. Перед нанесением красителя волосы разделяют на пряди, а затем обдувают феном, для того, чтобы получить максимально тонкий цветовой градиент. С помощью выдува, грамотного выдува и грамотного расположения пряди, то там очень мягкая растяжка идет. Технологию AirTouch разработал российский колорист Владимир Сарбашев. Весной прошлого года он впервые презентовал ее в Барселоне. Техника окрашивания получила мировое признание и была названа прорывом года. Сразу чувствуется, что эту технику придумал мужчина, потому что очень много черчения, очень много графики, очень много таких моментов, которые требуют строгости и четких линий. Эта техника окрашивания подходит абсолютно всем. Всем, кто захочет добавить рельефа своему цвету, добиться мягкости, бликов. Подбирается по форме стрижки, по типу волос. То есть есть трапеции, квадрат, треугольники, подковы. Все индивидуально и смотря, какой эффект мы хотим получить. AirTouch вообще изначально создавался как корректирующая методика. Потом уже запатентовали как AirTouch Original. Он уже стал как техника именно рассветления окрашивания. Мягкие переливы цвета на волосах можно создавать как в натуральной цветовой гамме, так и применяя актуальные уже не один сезон яркие оттенки. Получается просто целостное окрашивание. Фиалковые оттенки, ультрафиолет, розовый, бордо, винные оттенки. Раньше это смотрелось отдельными прядями. То есть сейчас это в целом смотрится все грамотно и целостный образ. И естественно нет эффекта парика. То есть с помощью AirTouch можно сделать действительно очень объемное и красивое окрашивание. Важно отметить, что окрашивание AirTouch выполняется только сертифицированными специалистами, которые прошли обучение непосредственно у авторов методики. Одними из первых начали практиковать AirTouch в Челябинске мастера имидж-студии Елены Ивановой. Тесура. Роскошь в тканях. Снизить вес до желаемых результатов от 12 до 15 килограмм в месяц. Быстро. Легко. Комфортно. Город Челябинск. Комсомольский проспект 42Б. Телефон 725-96-17. Студия красоты ГУФА. Подготовим к работе и празднику за один час. ГУФА. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Еще лет 10-15 назад в нашей стране успех и высокое качество жизни определялось понятиями дорого-богато. Сегодня на смену этого пришли такие явления, как качественно и со вкусом. Именно об этом пойдет речь в рубрике «Портреты». О российско-итальянском проекте, посвященном эстетической медицине, в нашем городе узнали благодаря Центру Артмедика. Началось все в 2011-м с конгресса в Челябинске. Потом был ответный визит наших специалистов, переговоры, обмен опытом обсуждения. В результате сотрудничества удалось организовать не только медицинские туры в Милан, но и приглашать к нам, итальянских хирургов. Кстати, в Италии врачей эстетического направления не делят на косметологов и хирургов. Как правило, это один специалист, который подбирает необходимую методику улучшения внешности. Доктор Гайя, сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций, проведенных в том числе и челябинским пациентам. Я пластической хирургией занимаюсь с 2001 года. Ну, сегодня 18 лет. 18 лет работы позволяет иметь опыт, позволяет иметь те движения, которые оттачиваются каждый день, каждый день, и тебе входит в привычку. Чтобы до этого дойти, ну, надо время. Время и работы. Как в любой специальности, медицинской в том числе и других, это добивается только этим. Постоянно, постоянно тренировка рук и головы. Я никогда не мечтал в детстве в геоменшеса быть врачом. И попал я в медицинскую числу случайно. Чего-то я собирался, мечтал меня было быть летчиком гражданской авиации. Но я не поступил в летное училище. Чтобы не терять год, я поступил в медицинскую. Ну, и потом понял, что это мне нравится все. Вот так я стал врачом. Мы должны постоянно работать, заниматься своим обучением, послеуниверситетским. И есть регламент, нам необходимо зарабатывать наших, честно, 150 пунктов в три года. То есть 50 пунктов каждый год. Ну, в зависимости от мероприятия, она может получить туриную аккредитацию 5 пунктов, 8, 10, в зависимости от статуса мероприятия. То есть может быть мастер-класс, или может быть конгресс, или может быть обучение. И за это дают пункты, которые необходимо набирать. И это контролируется. Есть система, которая контролирует, насколько тебе. И у нас клиника, частная клиника, она может потребовать от врача сертификат, которому скажем, сколько пунктов есть, если там не хватает, у вас могут проблемы по вашей профессиональной деятельности. Они могут не прийти в клинику, сказать, у вас не хватает пунктов, мы вам не дадим операционную, потому что у вас не все в порядке. Пациенты, когда приходят к доктору, я заметил это больше в России, да, они приходят к доктору, это что вы мне посоветуете, да? Пациенты в Италии, они немножко по-другому. Доктору, мне нравится вот это, мы можем улучшить это или нет. То есть они приходят с проблемой к нам. Тут приходят за советом. Сейчас есть тренд, когда возвращается к своим началам. Многие стараются вернуться обратно, причем в Европе, туда. И реоперируются, чтобы вернуться к первоначальным формам. А не всегда это возможно. Поэтому врач должен объяснить, что есть моменты, когда делаешь шаг вперед, а обратно уже вернуться нельзя. Мужчины приходят, да, приходят. Приходят намного чаще, чем вы думаете. Основная операция у мужчин это блефропластика. Потому что тяжелый, уставший взгляд, это не только проблема женская, как я понимаю, мужская. Прежде чем дойти до хирургического, хирургическая коррекция есть консервативная метод. Точнее ботулотоксин. По статистике, то, конечно, впереди всего это использование ботулотоксина. История очень-очень давняя. И по статистике, это именно использование ботулотоксина, это процедура, которая на первом месте. Второе, значит, ревитализация. Есть различные техники, есть различные методики, различные препараты. Ну и третье, это восстановление объемов, контуров, это различные филеры. Думаю, вот есть сейчас еще и нитевые технологии. То есть, все, что себя зарекомендовало уже в истории, дало хорошие результаты, оно остается на первых позициях. Часто бывают пациенты, которые хотят исправить какую-то свою проблему за счет плачевской хирургии. А на самом деле проблема совсем в другом месте. Могут быть семейные проблемы, профессиональные проблемы, чувство дискомфорта в социальной среде. Это может быть все, что угодно, и решить за счет плачевской хирургии иногда эти проблемы невозможны. Вы вроде сделали то, что пациент вас потребовал, а та проблема осталась, и он не остался доволен. Иногда пациенты приходят, чтобы улучшить себя с эстетической точки зрения, чтобы чувствовать себя более комфортно в той или иной среде. А может, человеку достаточно подменять среду, и все будет нормально. Мы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Семидесятые десятилетия женственности подарила миру моды элегантные брючные костюмы, вязаные пулловеры, этнические принты и длину миди. К счастью, все эти элементы встречаются и в наше эстетически сумбурное время. Плессированная юбка, являясь приметой эпохи 70-х, сегодня может подаваться с джемпером сложной фактуры, а также вписываться в стиль спортшик. Блуза с бантом или рюшами не требует дополнительных украшений. Сегодня ей найдется место в сложных комплектах с участием разнообразных фактур. Серые брюки с водолазской оттенка хаки с точки зрения линий повторяют моду 70-х, а с точки зрения колористики сочетание теплого с холодным вполне соответствует сегодняшнему дню. Какой бы эпатажной ни была современная мода, в ней все равно присутствует настоящая эстетика. Тому пример увлеченность современных дизайнеров семидесятыми. А значит, есть возможность выглядеть во всех смыслах женственно и при этом оставаться актуальной. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки». Проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Снизить вес до желаемых результатов от 12 до 15 килограмм в месяц. Быстро, легко, комфортно. Город Челябинск, Комсомольский проспект, 42Б. Телефон 725-96-17. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина, 65 и зоне Кривой, 30. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу-коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите нас по хэштегу beautytime.ru А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я» Имидж-студия Елены Ивановой Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин